Привет тебе, мой дорогой друг! Меня зовут Альберт, и сегодня мы вместе с тобой продолжаем играть в замечательную игру под названием House Flipper, и приветствую тебя на моём втором канале! И на втором канале, я думаю, мы с вами начнём серию прохождения игры House Flipper, потому что буквально на днях вышло новое обновление, которое называется HGTV, ребят! И именно вот это вот обновление будет просто мега офигенным, потому что я уже посмотрел несколько роликов по поводу вот этой игры, и она меня просто вдохновила и просто очень сильно порадовала, потому что там целая серия игр. Ну что, давайте начнём! И первое, что нужно сделать, это зайти за вот этот, так, сесть за компьютер и посмотреть историю заказов. И тут, ребята, игра полностью обновилась, вы только посмотрите, тут даже есть дом Симпсонов, просто с ума сойти! И также тут ещё много разных интересных домиков. Кстати, о, полицейский участок? Да ладно, или же что это? Почему-то полицейские машины стоят. И, насколько я понял, все наши истории должны начаться с того, что у нас пока доступен только один домик, остальные все, видимо, закрыты. Ну что, нажимаем и читаем. Заказ. Новое начало. Приветствуем тебя при первом зак... А, приветствуем тебя при первом заказе в Санбэй. Что это значит? А, бюджет 6 тысяч, 6500 выборы, 2 помещений, 7. Ага. То есть, это довольно-таки сложно будет. А, ты готов помочь Джону и Николе подготовить дом к жизни? Он небольшой, но вид тебя обворожит. Видимо, очень классный домик. Напротив, кстати, море. А, обалдеть. Помогите в принятии решений по интерьеру помещения. Особенно проблематичным является вопрос размещения кладовки для инструментов под домом удачи. Окей. Принимаем наш первый заказик. И, в общем, вот он наш домик. Так, тут какие-то у нас даже подсказки интересные. Но сейчас, ребята, самое главное, это, конечно же, начать играть в игру под названием House Flipper. Пока, ребята, немножко непонятно, что нам нужно делать. Ну, потому что это уже полностью новая игруля. И тут у нас новое начало. Вау. Прикольно. С ума сойти, несколько людей. Смотрите, они за моей мышкой, да, сидят? Хе-хе-хе. Оп, оп, оп. Хе-хе-хе. Ладно, понятно. Оп. Оп, 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 оп. Куда ты смотришь? Эй. Прикольно. Приветствуем тебя при первом заказе в Санбэй. Ну, это я уже прочитал. То есть, нам нужно для одной семьи помочь благоустроить домик. Также, ребята, выполняют заказы в Санбэй. В каждом из них будет свой собственный бюджет. Окей. За который нельзя выйти. То есть, сейчас, ребята, у нас бюджет 6500. И там очень красивое море. А я могу выйти на улицу погулять? Не? Используй. А перейти в дом ценителя А. Окей. То есть, гулять, видимо, скорее всего, я не могу. Ну что, давайте убираем первые наши сорнячки. И на улице, я так понял, у нас задачи никакой нету. То есть, можем, в принципе, так просто поубирать сорнячки. Но сделать приятно нашим людям. Точнее, это первому нашему заказу. Так. Куда ты? Не надо ничего продавать. Не вздумай ничего продавать. Это не наше. Так. И, в принципе, сорнячки-то я уже, в принципе, поубирал. Да, их тут не так много. А вот там уже начинается полный капец. Вы видели, сколько там всякой разной грязи? Так. Так, сорнячки убираем. И, насколько я понял, у нас есть... А. Нету. Так, ребят, газонокосилки у нас нету. Поэтому вопрос. Как мы сможем все это убрать, если у нас нет газонокосилки? Хотя их задачи, в принципе, у нас не было. Никакой вот это все убрать. Ну, в принципе, ладно. Так уж и быть. Давайте уберемся. Немножечко прям приберемся. Тут дерево красивое. И смотрите на вид. У-у-у. Прямо на возле пляжа. Красота-то какая. Так. Так, ладненько. Вижу еще один сорнячочек у нас вот здесь. И второй где-то был вот здесь. Как его найти? Что за детектор сорняков? Где он? Он где-то здесь. У-у-у. Ребята, как бы вот здесь сорняк нарисован. А, вот он. Окей. Так, ладненько. Давайте будем двигаться дальше. Тут еще довольно-таки много сорняков. Давайте их все, в принципе, убираем. Почему нет? Так, аккуратно. Кстати, такое ощущение немножко есть. Как будто игра подлагивает. Хотя, ну, фпс держится довольно-таки стабильно. Так, вот это тоже все поубираем. А где еще? Так, вот он еще один сорняк. Их очень плохо видно. Но, ребята, насколько я понял, сорнячки мы с вами убрали. Теперь давайте займемся уборкой вот этой грязи. Ё-моё. Вот это с ума сойти. Вот это грязь. Вот это грязь они тут развели. Ё-моё. Это дом, видимо, действительно очень сильно заброшен. А вот что вон там творится? Вон там! Вы только посмотрите на мини-карту! Я даже боюсь туда заходить. Там, походу, дело полный капец. Ну, ладно. Открываем дверь. И тут у нас какая-то новая зачетчик. Написано. Сауна и ванная! Возможно воспользоваться сауной после купания в море. Это круто! Достаточно здесь прибраться. Очень полезный чулан. Подойдет под небольшую мастерскую. Пригодится какой-нибудь стул. Угу. Слушаю, я даже не знаю. В принципе, сауна прикольная. Но вопрос, сколько это все будет стоить? Ну, давайте сделаем сауну. И теперь, насколько я понял, все нам нужно вот это убрать, да? Ага, это я не могу двигать. То есть я должен буду вот это либо все продать, либо же это все выбросить. Либо сауна будет где-то здесь. Серьезно, а я могу вот это все потом продать? Ну, потому что это в сауне, и это вообще нифига не нужно. А, могу. Окей. Потому что зачем нам инструменты в нашей сауне? Давайте вот это все продадим. Так, ребятушки. И получается то, что у нас уже, можно сказать, готовая сауна. Так, досочки тоже все убираем. И у нас уже готовая чистая сауна. Слушайте, прикольно. А что значит нужно поставить? Сантехническая система душа. Угу. Так, а как это все ставить? Давайте посмотрим. Уложить напольную плитку. Ну, давайте. Давайте уложим плитку. Почему нет? Так, аккуратненько. Первая плитка пошла. А, вторая пошла. И, если честно, бюджет у нас уже хорошенько так поехал. Так, движемся дальше. Очень удобно сделали то, что, в принципе, теперь можно все это как-то красиво это все делать. Так, ну что, душ давайте. Душ вот здесь поставим. Ё-моё. Как это классно. Так, давайте. Аккуратненько устанавливаем. И, а что теперь? Можешь купить душ. А, то есть я еще душ не купил, да? Ну, ладно. Допустим. Покупаем душик. Устанавливаем. Прикольно-то как, а? Раньше, кстати, ребят, когда я играл в Хаус Флиппер, такого не было. То есть выбора вот этих предметов. То есть теперь как-то поудобнее сделали выбор предметов. И душик наш, к сожалению, не открывается. Но прикольно. То есть как бы мы живем в своем возле моря. Мы после моря заходим. И приняли душик. Все замечательно. Так, теперь. Сантехническая система туалета. Ага. А вот здесь? Ага, здесь у нас сауна. Здесь у нас, значит, еще и туалет должен быть. Вот это да, ребята. Вот это я себе сделал задачку. Поместить предмет. Сантехническая система туалета. Вопрос, ребят, хватит ли нам на все вот это место? Так, теперь ты можешь купить туалет. Покупаем туалет. В принципе, даже выбирать здесь ничего не надо. То есть ты просто покупаешь то, что уже тебе предлагают. Это прикольно. Ну и одновременно, конечно, интереснее было бы выбрать какой-то действительно интересный предмет. Еще одна сантехническая система для умывальника. Хорошо. Так, ну-ка, нет, это у нас уже есть. Нет, куда? Воу. Прикольно. Так, это что у нас такая? А, это дверь для сауны, ребята. Вот дверь для сауны нам очень сильно нужна. Ставим дверь для сауны. Отличненько. И теперь нам осталось только установить умывальник. Давайте вот сюда вот его пердолим, почему нет? Так, отвинтить. Слушайте, очень интересно, ребят. Кстати, не забывайте обязательно подписаться на основной канал и подписываться на второй канал. Так, а мы тем временем с вами продолжаем, потому что очень интересно. И вот я боюсь места, чтобы было. Серьезно, а то потом двери не откроем. Так, ладненько. Самое главное, что у нас есть бюджет. Поэтому, в принципе, я могу как бы и двери поменять, и еще что-нибудь такое сотворить. Потому что я бы, если честно, хотел бы поменять двери. Потому что все-таки это туалет. А че так? А че нужно? А че нужно? А, слушайте, немножко непонятно, что куда нужно дыкать. Но в итоге раковина уже готова. И теперь, ребята, у меня дилемма. Я бы хотел заменить вот эту дверь. Но ее, ребята, заменить, к сожалению, нельзя. Но мы, получается, то, что мы с вами будем сидеть на виду. Например, я вот сел, как бы присел. Вот так. Как присесть? Вот так. И в итоге каждый человек может подойти посмотреть. Не очень хорошо. Так, а смотри, я могу? Нет? Нет, не могу. Ну, прикольно все равно. Так, а это у нас? Слушайте, ну да, все-таки игру действительно не забросили. Так, свет у нас тоже есть. Это тоже прекрасно. И давайте двигаться дальше. Так, что у нас здесь? О, здесь нужно много чего. Так, именно печка для сауны. Вот печку для сауны я бы хотел разместить, наверное, в самом углу. Ну, потому что не иначе. Она нужна именно здесь. Нужна именно в углу. Теперь напольная панель. А, то есть сюда напольная панель другая совсем, да? Допустим. Да, напольная панель здесь почему-то нужна другая. Ладно, движемся с вами дальше. А, ну это я уже сделал. Так, теперь лавка. Давайте лавочку поставим. А, все что ли? Одну лавочку? Серьезно, несколько? Ну, давайте, допустим. Что еще? О, лавка для сауны угловая. Так, ладненько. А как ее повернуть? Можно как-нибудь ее повернуть? А, во. Слушайте, прикольно-то как, а? Опа, отлично. Теперь еще что? Еще один угол, да? Прикольно-то как вообще? Так, ладно. Все нужно сделать для людей, ребят. Наша задача сделать все максимально для людей. Чтобы было прям максимально все красиво и офигенски. Вот это, конечно, ну такси. А че так? А че так? А, вот. Отличненько. Вроде теперь все ровно и замечательно. Теперь, ребята, смотрим, что же у нас дальше. Ммм, ковшик. Ну, ковшик, в принципе, можно на пол поставить, потому что больше, в принципе, его некуда деть, потому что, ну, повесить его нельзя. И смотрим, что же у нас дальше. Так, светильники. Ну, допустим. Допустим, раз, светильничек и все, да? Один светильничек. Все. Ну, остальное, в принципе, мы все выполнили, получается. Ну, ладненько. Закрываем. И все у нас получается готово, да? Ага. То есть это именно здесь мы все приготовили, да? Так, здесь у нас нет никаких задач. Здесь у нас тоже задач никаких нет. То есть мы сделали полноценную сауну. А теперь, ребята, наша задача, это что? Откуда... Откуда? Откуда сорняки? Ребята, я только убрал сорняки. Они что, растут, что ли? Серьезно? Они что, растут? Оле. Серьезно, взяли и выросли. Издеваетесь? Так, ладно. Заходим с вами наверх. И сейчас... Ё-моё. Помыть окно. Я так понял то, что это полный капец. О, какая красивая штука. Да? Что я должен здесь сделать? Телевизор. Без него здесь пусто. Мы можем добавить немножко декорации. Ковер, несколько растений в горшочках. Несомненно, камин. Ага. Большой углово-электрический камин внесет интерьер современных... Современный характер и скрасит вечера хозяина. Я вот даже не знаю, камин или же телевизор. Ну, конечно, камин, блин. Конечно, камин, ребят. Камин намного круче, чем какой-то странный и ужасный телевизор. Особенно его смотреть сейчас в это полный ужас. Ну что, давайте немножко приберем сейчас в нашем домике. Потому что, ну, как бы, клиенты хотят, чтобы дом был чистый. Определенно. Кстати, он вообще преображается. Да, ребят, дом преображается. Прямо дом становится действительно домом. Вопрос, где сейчас камин поставить? Вот это тоже большой вопрос. Так, тем временем мы прокачиваем очко умений. Насколько я понял, все наши умения немножко подпропали. Я так понял. Потому что именно в этом режиме мне надо будет качать все заново. Так, здесь ничего не надо. Можно открыть, кстати, проветрить. Но на всякий случай я закрою, потому что, мало ли, кто тут вообще ходит. А вот здесь, ребята, как раз наша задача. Так, а я могу, да, все продать это? Так, то, что я не могу продать, я не могу продать. Давайте так проще. Так проще. То, что могу продать, то и могу продать. Ага. Вот эти шкафы нужно было продать и несколько люстров. Остальное все, я так понял, мы просто-напросто оставляем. Так, хорошо. Смотрим. Помыть окна. Давайте. Так, это окно чистое. Это окно чистое. Вот это нужно помыть. Ё-моё. Давно я, ребята, не играл в хаосфлиппер. Это так прикольно. Так, давай. Окиюшки. Готово. Так, еще одно. Ай, тут много. Серьезно. Ну да, такую красоту нельзя, ребята, закрывать. Такую красоту закрывать нельзя. Так, моем окна. Слушай, интересно-то какая. Нужно обязательно проветрить, потому что мало ли что. Помещение-то все-таки грязное. Оно прям действительно заброшенное как будто было. Я, конечно, офигеваю, кто такие дома забрасывает. Это просто какое-то чудо. Если даже люди не хотят жить, хотя бы сдали бы кому-нибудь. Такой классный, красивый домик. Так, и насколько я понял, у нас какое-то очко умение. Надо будет сейчас прокачаться. Давай. Аккуратненько все это вот так чиповненько. Готово. Так, теперь. Теперь заходим в тап, и у нас очко умение. Теперь я могу усовершенствовать. Быстрые руки. Также могу прорицательный взгляд. На мини-карты видны все загрязнения. Не, не очень ли. Хочу вот уборку на 75%. Я определенно хочу. Кстати, у меня тут практически все силы тут у меня прокачаны. Неплохо, да? Так, ладненько. Все что ли? А, нужно еще что-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Погнали. Где у нас тут магазин? Задание. Поместить предмет. Угу. О, каминчик. Давайте его вот сюда куда-нибудь. Красивый камин. Так, аккуратненько. Сюда. Чипонько. И включаем. Ху-ху-ху-ху. Ну, это определенно лучше телевизора. Так, прямоугольный ковер. Давайте какой-нибудь его вот сюда. Нужно, кстати, подвинуть вот этот столик. Сделаем его как-то покрасивее. Так, все это нужно подвинуть. Стульчик, конечно, нужно было расставить. Потому что это тоже как-то некрасиво. Хотя, ладно. Пусть будет. Слушайте, вау. Так, теперь, 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 теперь что? Несколько цветочков. Один давайте вот сюда цветочек. И еще один давайте с другой стороны где-нибудь поставим. Куда-нибудь вот сюда. Почему нет? Довольно-таки красиво. Так, и у нас несколько люстр. Одну люстру сюда. Над обеденной зоной. И вторую, где мы с вами будем сидеть. Читать книжки и смотреть, конечно, телевизор, которого, к сожалению, у нас нет. Все задания выполнены. А, все, да? У нас даже бюджет немножко остался. Нажмите на интер. Нажимаю. И что теперь? А, вы можете завершить заказ. Вы получите с него 8400 баксов. Вау. Вот это да. А, типа до и после теперь показано. Прикольно. У-у-у. Ну-ка. У-у. Ну да. Класс. Вот розетка, конечно, я не знаю, можно ли так. А, ну здесь, в принципе, ничего не изменилось. И сверху сорнячки поводергивал. И еще и прибрался. Ну да, вот эту дверь, конечно, только заменить надо. Потому что все-таки там туалет с ванной. Поэтому, не знаю, нужно ли это делать. Все. Заиграла музыка. А это, ребят, означает то, что мы с вами победили. Можешь купить новый дом. А, когда я выполняю задание, значит, все эти дома у меня потом появляются. Да? Типа в браузер захожу для покупки. И тут у меня должен был появиться новый домик, да? То есть, теперь я его могу купить. А где он? А где он? А я его не вижу. А где новый дом? Имеющийся. А где? А, вот он, да? У-у. 116 тысяч долларов. В принципе, не так плохо. Дом на своих. Хм, довольно-таки классно. Ладно, ребята, давайте посмотрим еще карту заказов. И посмотрим, что же у нас там ждет дальше. Теперь, ребята, насколько я понял, у нас открылся следующий дом, который называется Столетние Воспоминания. Дом, которому 100 лет. И также заказ Мужской Вызов. Довольно-таки прикольно. Ну ладно, это мы с вами будем делать уже в следующих частях, ребят, потому что у нас тут вообще просто капец сколько заданий. Это очень классно и не хватит на много серий. Ну и что, ребят, на этом я заканчиваю. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Действительно, друзья, меня с вами был Альберт. Вы увидите следующий ролик, а следующий ролик уже выйдет ровно через 2 часа. Тьфу ты, мы же на втором канале. Все, ролик выйдет завтра. Люблю, обнимаю, пока. Хотя, если будет много лайков, будет много просмотров, то я прям сразу же выпущу вторую часть. Пока-пока.